На каком языке видеть фильм? И будет ли субтитры? Фильм вы будете снимать только в Бишкеке? Режиссер, вы сами не устали снимать фильм? Интересно, какой бюджет фильма? Будет ли закрыт показ этого фильма? Скажите, пожалуйста, фильм на насколько процентов правдив? Я знаю, что в художественных фильмах несколько красят, потому что это не документальный фильм же. Насколько вы довольны фильмом? Почему вы именно назвали фильм «Наставник»? Я из Таджикистана, с нетерпением жду фильма. Саймур Раджабович, будет ли в фильме сниматься наставники, которые вас обучали? Конкретно в каком месте видят фильм? В Казахстане, где сможем посмотреть фильм? Будет ли он в кинотеатрах в стране? Да. А кто сыграл роль вашей маме? Ей удалось этот ролл. Как подберете актеров? Известные актеры тоже играют? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Надеюсь, что вы хорошо отметили Новый год, хорошо провели праздники. И надеюсь, что у вас все уже готово к дальнейшим действиям и так далее. Есть ко мне очень много хороших вопросов по нашим фильмам. И хочу на все эти вопросы ответить. Это очень хорошие вопросы. Мне очень нравится, что наши зрители, наши читатели, они, скажем, очень хорошо обратный связь дают нам. И вы есть для меня мои учителя, мои наставники. И вы есть смысл моей жизни. Я пишу книги именно с надеждой, чтобы кому-то из вас это помогает. И с такой надеждой тоже снимаю этот фильм. Мне задают несколько вопросов по поводу нашего фильма, художественный фильм, который мы сейчас снимали, про мою историю. Хочу ответить на эти вопросы. Спасибо за ваш интерес, что интересуетесь по поводу нашего фильма. На каком языке видеть фильм и будут ли субтитры? Дорогие мои, да. Основным языком будет русский язык. Основным языком будет русский язык. А те части, которые сняты в Таджикистане и других государствах, то, что будут сняты в Америке и других, они будут субтитрами. Но основной язык будет русский язык. Поскольку большая, можно сказать, аудитория, это русскоязычные или разные наши. То есть мы можем, большинство наших бывших советских государств, все почти на русском же говорим. Поэтому основной язык будет русский на русском. Фильм вы будете снимать только в Бишкеке? Нет, дорогие мои, нет. Мы фильм снимали, еще не закончили снимать фильм. Еще идет съемка. Мы первый час, какой-то час снимали. Еще есть еще. То есть получается, что на 80%, может быть, 85% уже снимали фильм. Осталось еще где-то 15-20%. Еще в конце января съемка идет сейчас в России. Потом будут съемки в Санкт-Петербурге. Будут съемки в Киеве, в Минске. Будут съемки в Иркутске. Будут съемки еще, скажем, съемки в Казахстане были, в Кыргызстане были, в Таджикистане были. В моем селе, где я родился, там были съемки. Потом в Америке будут съемки. И в Малайзии будут съемки. Мы посмотрим, возможно, если нам визу дадут, и Испании будут съемки. Так что, в общем, вот так. Еще где-то 20% не закончено. 20% может быть. Может быть, чуть даже больше. Может быть, 30% еще не закончено. Мы сейчас работаем над этим. Потому что этот фильм, она отражение и реальный образ того, что я пережил. Вот все то, что было. Режиссер, вы сами? Нет, я не режиссер. Я, кстати, в момент съемки этого фильма, я поступил тоже в короткий курс здесь в России. Преподают по режиссерской курсе. Я сейчас учусь на режиссера, на продюсера и сценариста. Понимаете, я такой человек, который всю жизнь учится. Поэтому, как раз я начал с этим столкнуться, я пошел это учиться, чтобы понять, как это делается. Режиссер не я. Режиссер Мухуддин Музафар. Мухуддин, он, это где-то 9 его фильм, по-моему. Он 9 фильмов, 8 фильмов снимал до этого. Это его 9 фильм. В Таджикистане его фильмы сам является самым сборным, самым популярным. Я выбрал его. До него мне 6 режиссера предлагали снимать, применять фильм. Из разных они государств были, даже с Россией были, с Казахстаном были, с Кыргызстаном были. Просто этот парень больше всех был заинтересован. И самое важное, 3 года мы писали только сценарии. Вы понимаете, чтобы сценарий правильно писать, ему пришлось почти год жить со мной. Цель год, почти жить со мной. Он ездил со мной, он побывал, он видел мои ученики, он видел результаты моих учеников, он сидел в моей детской группе, он общался с моими родными, он общался, понимаете, с моими, даже со всеми, кому я, по крайней мере, со многими, кому я даже был в долгах, с кем мне удалось работать, с моей командой. То есть он изнутри хорошо изучал мою жизнь, чтобы понять, чтобы мог это на экране передавать, кто есть на самом деле я, и как это все было на самом деле. Поэтому потом, когда я видел, что он реально заинтересован, старается, я ему это демон отдал, чтобы он снимал, согласие отдал, чтобы он снимал этот фильм. И очень хороший фильм получается. Я же вижу сейчас, как хорошо получается. После этого фильма еще дальше планируете снять фильм? Я думаю, на одном не нужно останавливаться. Все, что вы пишете, вы делаете в пользу. Кто-то через книги, кто-то через фильмы, а кто-то через семинары воспринимает информацию. Вы очень правильно сказали. Конечно, буду снимать дальше фильмы. Я даже ради этого открыл свое еще один новое направление, новый бизнес открыл, называется «Втуромагном», то есть моя компания «Втуромагном», это «Кинокомпания», и открыл свою «Кинокомпанию» в Москве. И именно вот этот фильм, который сейчас вы видите, это «Втуромагном» совместно с «Сурдсинема», совместно снимает этот фильм, поэтому они должны его закончить, довести до конца и так далее. И в дальнейшем я буду снимать фильмы, потому что я заметил, что кому-то нравится читать, а кому-то нет. Но из 10 человек, один-два читает, но из 10-ти девять фильм смотрит. Поэтому фильм, она бюджетная, она затратная и так далее, но она полезная, поэтому я над этим сейчас работаю. Ради этого открывал «Кинокомпанию» и буду работать над тем, чтобы много было таких воспитательных фильмов, полезных фильмов. Я сам люблю такие вещи, поэтому над этим буду работать. Буду продолжать. Спасибо. Вы очень правильно сказали, что сейчас эра видео, и через видео можно словами говорить, можно показывая, передавать информацию. Поэтому, если раньше письменность на бумаге оставили историю, например, книги писали, оставили, например, скажем, наши предки, Абу Алибин Сина, Рудаки, или там, не знаю, Менделеев, или там, кого посмотрим, Наполеон, какие-то научные открытия и так далее. Будущим надо, очень важно, чтобы оставилось видео. Через видео надо оставить, чтобы будущее поколение легко мог отцифровать эти вещи и видеть, и легче понять. Не устали снимать фильм? Нет, конечно. Правда, это очень долго, очень долго. Мы понимаете, сколько времени уже снимаем. Это мы до декабря, меня с августа до декабря снимали, потом вот сейчас, до 13 декабря снимали, потом сейчас на данном этапе, вот январе будет съемка, в начале февраля будет съемка, потом дальше еще март и апрель. Вот так еще есть съемка. Но я скажу вам так, это интересная ситуация, необычная коса, сам по себе, и она сама необычна. Присходит это все. Так что не устали. Спасибо. Ассалам алейкум. Интересно, какой бюджет фильма? Как вам сказать? Это зависит от того, как вы умеете организовать работу. Мне повезло. Мне повезло, что у меня бизнес мышления. Мне удалось правильно управлять ресурсами в организации этого фильма. Поверьте мне, если у меня не было бы бизнес мышления, бизнес опыта, это несколько миллионов долларов даже прощакнул бы, честное слово. Потому что такие затраты идут. Иногда в день затраты идут по 300, по 400, иногда по 10, понимаете, иногда по полтора, по 2 миллиона выходит в день. Я имею в виду рублей и так далее. Она, это фильм такой, она, могут затраты иметь очень быстро. Но мне повезло. Мне повезло в том плане, что я продолжаю этим деятельностям заниматься. Нам не надо, да, например, по 500, по 600 человек, по 300 человек платно собрать. Мне удалось, у меня очень благородная аудитория, у меня очень благородные ученики, благородные, скажем, благодарные слушатели, потому что они действительно другой категории людей. И мне повезло, потому что то, что я продолжаю, и частично эти цены я просто снимал в процессе, как есть, как есть. Иначе это организовать, это несколько миллионов долларов было бы. Конечно, не такие, как Голливуд, как снимать там сотни миллионов, миллиарды и так далее. Нет, было бы в районе 2-3 миллиона, точно было бы. А сейчас Аллах даст ему, что мы за 3 миллиона не пришагнули. Слава Богу. Вот. Здравствуйте. Будет ли закрыт показ этого фильма? Я думаю, что сначала будем обязательно презентации этого фильма в начале, обязательно будет именно показ фильма сначала закрыт, а потом будут распространяться, как называется это, презентации фильма будут в обязательном порядке, она будет закрытым показом в начале, а потом, соответственно, будут открытия и популярные по всем этим. То есть, по всем кинотеатрам мы постараемся что продвигать, чтобы это было по всем кинотеатрам в территории бывшей СССР. Попробуем, посмотрим, но надеемся на это, чтобы это хороший отклик дадут со стороны наших зрителей и так далее. Ожидаем такого. Скажите, пожалуйста, фильм, насколько на сколько процентов правдив? Я знаю, что в художественных фильмах несколько красят, потому что это не документальный фильм же. Насколько вы довольны фильмом? Вы знаете, я могу сказать, что на 97%, 98% все правдиво, все как было. Потому что я сценарий сам корректировал, по моим рассказам сценарий составлен, и многие вещи, если что-то такое, даже мы убрали. Конечно, художественные вещи, если какие-то мелочи добавлены, а не какие-то по мелочам, например, какие-то, может быть, по локациям, может быть, какие-то эти, простите, даже слов до слов, терминологии, я почти 97%, может быть, 99% сказать, это будет много. Вот 95%, 97%, один к одному, как и было, мы это все как и передавали. как есть. Вот так. А все остальное, художественные вещи, это немножко там, не знаю, какие-то дизайны, какие-то одежды или украшения какие-то там может быть. Вот такие мелочи, в общем, отличаются. А все остальное, мы постарались, что как было, так и преподнести, чтобы она была, конечно, зрительна, красочна, эмоциональна, она яркая. Поверьте, это очень эмоциональный фильм, очень яркий фильм. Она затрагивает за сердцем, потому что сам же со стороны, когда это смотришь или сценарий читаешь, задумаешься очень, очень сильно задумаешься. С какой целью я снимал этот фильм? У него есть свою цель. Цель этого фильма, она заключается в том, что три глобальные цели этот фильм держит. Первый, это цель этого фильма, чтобы убрать границы в сердцах людей. Понимаете, понимаете, мне 41 год, я из них 22 года почти, я живу, даже больше, получается, я живу 20, может быть, 3 года, с 26 года, 24 года, получается, да, как я уехал, я живу то Россией, то Казахстан, то Кыргызстан, Узбекистан и так далее. То есть, я хочу вам сказать, что я даже не умею на русском правильно, грамотно, в дальний момент разговаривать, но это не мешало мне стать успешным, потому что я научился говорить языком сердце. Поэтому первая цель, которую в этом фильме я придерживаю, хочу, чтобы вот эту границу убрать в сердцах людей и в сознании людей, что в человечности не бывает национальности, в человечности не бывают такие вещи, понимаете. Вот это первое. Второе, я хочу, чтобы этот фильм давал надежду. Этот фильм давал надежду каждому парню, таких как я, таких как я много же, которые по поле пути жизни иногда потеряются, по поле пути не знают, как дальше быть, иногда банкротятся, иногда в долгах попадают, иногда как будто жизнь бросает тебя в таких жестких испытаниях. И вот, чтобы дать надежду таким ребятам, чтобы они могли стать лучше, чем кто они есть, понимаете, это очень важно. Это очень-очень важный момент, который есть. И в-третьих, чтобы человек, когда посмотрел, он мог из этого фильма что-то с ценностями, то есть, изменить свои взгляды иногда по отношению к каким-то другим нациям, изменить как-то свои взгляды по отношению к своему собственному образу жизни, чтобы он сказал, да я могу, я могу что-то добиться, я справлюсь, я сделаю этого. И взаимоотношения, чтобы у него улучшилось и так далее. В общем, одним словом, этот фильм, она должна достигать своей цели. Я уверен в этом, она достигнет, потому что она, дальний момент, она нужна. Это очень важно и нужно, дальний момент. Вот. Почему вы именно назвали фильм «Наставник»? Вот смотрите, да, я хочу вам сказать так. Годы моей жизни очень интересная вещь показывает мне. Если вы побывали в моем окружении, если вы побывали в моем окружении, почти даже любой человек, который вначале со мной общается, проходит полгода, даже не проходит полгода, через месяц он ко мне не обращается по фамилии, имя, отчество, начинает только обращаться как наставник. И хотя большинство этих людей старше меня даже, и эти люди, некоторые, большинство даже, можно сказать, можно сказать, 20% из них даже намного успешнее, чем я. Но они, мне все называют наставником. Это как будто мое второе имя, они написаны в паспорте. Вот так выглядит. Не знаю, как-то так сложилось. Раз меня так воспринимают люди как наставник, мы это тоже взяли из реальности. Это тоже из того, что ситуация, которая как-как происходит в реально, вот оттуда и брали, так и вставили. Понимаете, слово наставник это величие, это мудрость, это воплощение мечты в душе каждого ученика. Наставником стать это не так просто. Быть реальным наставником, не наставником на какой-то там, можно сказать, не на словах или чего-то, нет, это такой, это такой вещь, которую надо, огромную работу надо сделать над собой, чтобы к этому приближаться. Я не могу сказать, что я еще великий или там я добился какой-то высочайший уровень понимания. Мне надо еще так многому учиться. Вот народ, вот народ, мои слушатели, мои читатели, вот они мои наставники, потому что в каждом из них по чуть-чуть, по чуть-чуть я постоянно учусь. Вот в самом целом народе вот это величие наставничества. Мы называли это фильм «Наставник», потому что мы хотим, чтобы сам фильм был тоже одновременно обучающий историю, что сама история стала наставником для вас, сама опыт стала наставником. Понимаете, мы называли это фильм «Наставник» не потому, что это мне нравится или нет, нет, а потому что человек, который ищет себя, человек, который хочет, чтобы как-то видеть путь, или как-то понять, каким большим достижением он способен, этот фильм ему сильно поможет, очень сильно поможет. Вот, сама эта история, сама эта, скажем, это сценарий этого фильма, это есть наставник, то есть надо уметь от жизни учиться, надо учиться у каждого ребенка и так далее. Сама позиционирует это, мы это так позиционируем, так мы хотим, чтобы это люди, которые наши зрители так поняли этого, что это не комедия, это не чего-то другое, сама жизнь это учеба, сама жизнь это наставничество, мы учимся от жизни, поэтому это наставник. Я из Таджикистана с нетерпением жду фильма, Сайдмур Раджабович, будет ли в фильме сниматься наставники, которые вас обучали? Честно скажу вам, в каком-то моменте я очень хотел этого делать, а потом в какой-то момент получилось, что нам как-то так формировалось, что потом пришли к выводу, что лучше это не надо делать. Вот это часто нету, правда этого часто нету, потому что это огромная юридическая забота, огромные финансовые затраты, и потом я сидел и думал, давайте ладно, не будем это делать, потом мы отказались от этого, хотя мы могли это с удовольствием это делать, с радостью, но потом я сидел и думал, и пришли к выводу, что возможно на данном фильме нет, а в другом следующем возможно да, пока на данном этапе нет. Конкретно в какое месте видят фильм? Дорогие мои, фильм мы планируем, чтобы примеры были, мы сначала думали, что в мае будем примеры делать, но поскольку когда съемка продолжалась и я видел, мы не хотим сырой вещь вывести в экран, мы хотим, чтобы вывести в экран достойный вещь, яркий, красочный, необычный, нужный, полезный, поэтому мы планируем, чтобы Аллах даст октябрь, конца сентября октября она должна выйти в экран и шелла вот икта край конца октября в общем октябрь ноябрь по нашим планам такое она видит в экране и шелла примеры фильма будут в это время в Казахстане где сможем посмотреть фильм будет ли он в кинотеатрах стране да мы постараемся что по всему Казахстану показывать этот фильм по Казахстану Россия Кыргызстан Таджикистан Узбекистан вот такое намерение делим в такой план есть возможно частично Туркменистан в этих стран планируем но мы как говорят мы предполагаем Всевышний располагает вот такой план держим Аллах даст так и будет в этом фильме понимаете участвовали в съемках более 10 тысяч человек и это очень много очень огромное количество людей думаю что фильм пройдет на высшем уровне он еще не завершен еще не закончен до этого момента еще дальше есть дальше будут сниматься не знаю до конца как закончим потом сообщим а кто сыграл роль вашей маме ее удалось ей удалось этот этот вопрос лично к вам уважаемый Санур Раджавович да роль маме играла Фируза Рахманова это заслуженная артистка республики Таджикистан она очень известная актриса но поверьте мне по характерам по именно подходом по мимикам можно сказать по я каждый раз когда даже не в фильме да в момент съемки это одно ладно а когда не в фильме захожу домой как она ходит дома как она делает и у меня ощущение что как будто просто дубль вот как будто мама заново родилась и по дому ходит вот такое было у меня состояние да ей удалось это делать и она очень хорошо передала вот это все сущности моей мамы ей удалось вот это все какая была моя мама вот это не то что играть как будто жить в этом жить в этом образе жить в этом так что очень хорошо получилось правда очень хорошо получилось вот как подберете актеров известные актеры тоже играет наверное в этот вопрос раньше задавали да только до меня дошло скорее всего конечно выбирали актеров все через кастинги и так далее очень много медийные актеры играли очень много медийных актеров медийные актеры известные актеры из Таджикистана играла получается заслуженные артисты которые это Фируза Рахманова еще заслуженные артисты из Таджикистана народные артисты Лютфулод Авлатов заслуженный артист республики Таджикистан это Жумахон Сироджев заслуженный артист республики Таджикистан Парвис Пулоди с опытом работы российской и казахской кино в фильме братство и операции «Мухаббад», заслуженный артист Республики Таджикстан Мавлон Наджмединова, Народный артист Республики Таджикстан Тагой Мурод Розыков, актер театра и кино, отличная культура Республики Таджикстан Джо Биршо Хубаншоев, очень много других медине актеров, которые играли, медине актеров Российской Федерации Михаил Гореев, Михаил Горевой, Александр Песков, Любовь Фирсова, медине актеров, которые с Киргизией играли, Татьяна Горобченко, Канат Абрахмонов, Булат Тентимешев, Галина Кетова, Зура Бахирова, Стив Кесел, Руслан Розакунов, Кимбек Алимжанов, Жамиля Садикбаева, Сакин Карабаева, Нурза Бектирова, актеры Ульяна Анкудинова, Гаджа Сургаладзе, Булат Бикаев, Валерий Лесников, очень хороший, заслуженный актер из Казахстана, Азиз Бишиналиев, один из актеров, который я очень сильно уважаю и с жизнью. Поверьте, каждый актер, который играл в это, и медийные актеры, и актеры, которые заслуженные актеры, народные актеры и так далее, которые играли в этом фильме, они очень известные люди, они в своем области, они достигли больших результатов. В своем области они лидеры, я бы сказал, что они очень реализованные люди, талантливые. Мне очень понравилось работать с ними, я очень благодарен им, правда, очень благодарен им. Дорогие друзья, я рассказываю в этом фильме, в истории этого фильма именно, отвечая на вопросы, которые вы задавали, потому что многие вопросы накапливаются, иногда вовремя, если не отвечаю, надеюсь, что вы понимаете, что моя загруженность и работа и так далее. В связи с этим я иногда, может быть, вовремя не отвечал, может быть, поэтому физически иногда вовремя не получилось, мне вовремя ответить вам, надеюсь, что вы с пониманием относитесь к этому. Большое вам спасибо, что смотрите наши каналы, нашу рубрику, наши вопросы, советы. Надеюсь, что они вам принесут какую-то пользу. Обязательно посмотрите фильм, она вам даст очень большой успех. Увидимся в премьера в фильме «Октябрь». фильм «Октябрь». Посмотрим здесь, чтобы помогать больше количества людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова